Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Надежда Пархунова. Мы пережили большую пандемию ковида, и сегодня мы будем говорить о последствиях, которые чувствуют на себе люди, переболевшие этой болезнью, кто-то сильнее, кто-то слабее. Говорить мы будем с Ольгой Бруевой, врачом-кардиологом первой категории, клиническим фармакологом клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, постковид, что это такое? Часто ли с симптомами обращаются к вам, с непонятными, и вы говорите о том, что это постковидный синдром? В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции медицина столкнулась с рядом новых проблем, одной из которых является постковидный синдром. Это достаточно молодой термин. Практически каждый специалист здравоохранения, я думаю, столкнулся хотя бы раз в жизни с данной проблемой. В том числе и я, как кардиолог клиники кардиохирургии, сталкиваюсь с этой проблемой практически еженедельно. Что это такое? Что такое постковидный синдром? Какие у него симптомы? И вообще это теперь уже официальная терминология, может быть даже болезнь, ставят ли это как в диагноз? Постковидный синдром – это клиническое состояние, которое возникает в течение нескольких недель после перенесенной острой коронавирусной инфекции, которая завершилась клиническим выздоровлением. Типичной симптоматики постковидного синдрома не существует. Это могут быть нарушения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой системы, различные кожные проявления. И в общем нарушения со стороны работы отдельных органов и систем. Это понятие официальное. Для него существует специальный код, который внесли в международную классификацию болезней 10-го пересмотра. Так что диагноз постковидный синдром мы можем устанавливать пациентам и кодировать официально. А в чем следы или какая симптоматика постковидного синдрома? Ведь это же тогда, получается, тяжело будет спутать просто с каким-то заболеванием. Да, действительно, сам коронавирус может провоцировать обострение хронических заболеваний, а также может возникать постковидный синдром. Но постковидный синдром – это именно тот симптомокомплекс, который мы не можем объяснить альтернативными диагнозами. Мы проводим у людей дообследование. И только в случае исключения абсолютно всей патологии альтернативной мы можем поставить данный диагноз. Какие самые часто проявляемые симптомы постковидного синдрома? Чаще всего пациенты жалуются на выраженную общую слабость, повышенную утомляемость, снижение когнитивных функций, то есть способность работать, выполнять какие-то бытовые действия в привычном уровне. Также часто беспокоят чувство нехватки воздуха, отдышка, давящие боли в грудной клетке, какой-то дискомфорт, кожная симптоматика, выпадение волос, снижение зрения, слуха. То есть постковидный синдром очень многогранен. Я так слышала, что есть и какие-то психологические, неврологические тоже изменения у людей. Мы же, бывает так, часто думаем о том, что у нас испортилось настроение, или мы перенесли заболевание, и просто у нас вот такое настроение. Когда нужно обратить внимание на то, что уже не просто настроение, не просто где-то болит и не просто не выспался? Если после перенесенной коронавирусной инфекции вас начинает беспокоить выраженная слабость, непривычная для вас, нарушение сна, какая-то утомляемость, в общем, появились вновь какие-то симптомы, которые вам не присущи, тогда обязательно надо обратиться в поликлинику по месту жительства, к врачу-терапевту, либо к врачу общей практики, который проведет дообследование и ответит на ваши вопросы. Вот такой вопрос. Постковидный синдром – это теперь на всю жизнь или это лечится? Я понимаю, что период еще очень маленький, и тяжело сейчас сказать, но сколько он длится, если длится вообще, может быть, он навсегда остается? Постковидный синдром может возникать в течение 3-6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции у некоторых пациентов, даже в течение года могут возникать отдаленные последствия. Какие среднесрочные и долгосрочные в последующем результаты, никто сейчас на этот вопрос не ответит. Перетекает ли в хронические заболевания сам постковидный синдром, тоже пока никто ответить не сможет. Но в любом случае необходимо своевременно обращаться к доктору. Давайте сейчас поговорим еще, в принципе, о ковидной инфекции. Вот человек жил, у него были какие-то, может быть, хронические заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые. Переболел ковидом? Может быть, даже несложно. Ведь очень часто же наши телезрители, да, может быть, сейчас люди, переболевшие легко думают о том, что я переболел легко, и у меня ничего не будет. Есть ли осложнения уже на хронические заболевания после ковида? Да, конечно, пациенты с сердечно-сосудистой патологией особенно подвержены осложнениям после перенесенной коронавирусной инфекции. Часто обращаются в клинику кардиохирургии люди с жалобами на боли в грудной клетке, одышку, какие-то нарушения ритма. Это могут быть как и пациенты, у которых уже имелись сердечно-сосудистые заболевания, так и пациенты здоровые, без имеющейся патологии сердечно-сосудистой системы. Часто встречается усугубление тяжести действительно имеющихся патологий. Например, может увеличиваться функциональный класс, утяжеляться функциональный класс стенокардии, может суп и декомпенсироваться сердечная недостаточность, может накладываться на имеющееся заболевание нарушение ритма проводимости. То есть, да, действительно, такое встречается достаточно часто в практике. Как лечится постковидный синдром? Лечится ли он вообще симптоматично? Или все-таки есть какие-то уже исследования, когда мы можем говорить о том, что убирать, в принципе, все вот эти вот симптомы? Универсальных подходов к лечению постковидного синдрома не существует. Каждому подход индивидуальный, персонализированный. Мы назначаем таким пациентам фармакотерапию, которая включает, конечно же, купирование симптомов, например, нарушение сна, нарушение каких-то когнитивных функций, тахикардия, учащенное сердцебиение часто встречается. Фармакотерапия часто включает в себя минералы, витамины. Также пациентам рекомендуем заниматься физическими нагрузками. После перенесенной инфекции расширять физические нагрузки необходимо постепенно. Значит, заниматься необходимо дозированной лечебной физкультурой. Это может быть плавание, это может быть ходьба. Мы пациентам рекомендуем физиолечение, оздоровительные массажи, рефлексотерапия. Также мы рекомендуем психотерапию. Вот вы сейчас делали на психотерапии такой акцент. Это действительно так, что очень многие пациенты, я понимаю, что вы врач другой практики, но всё-таки очень многие пациенты испытывают проблемы, мы, скажем так, не с психикой, да, а вот с таким, с ментальным своим состоянием. Да, действительно, часто в постковиде нарушается именно когнитивная функция. У пациентов могут возникать так называемые вегетативные кризы или панические атаки, мы их называем. В таком случае мы отправляем людей на консультацию к врачу-неврологу, психотерапевту при необходимости. Бояться этого не нужно? Нет, это абсолютно возможные осложнения. Ну, нормальное явление постковида, правильно? Нормальное явление. Не стесняться, не бояться, такого не надо. Скажите, пожалуйста, массово ли это сейчас происходит? Или вот сейчас всё-таки уже ковид не так бушует? Ну, есть заболевания всё равно. Люди обращаются в большом количестве или как-то всё-таки сокращается поток? Или только сейчас начинает доходить, что что-то не в порядке и приходят пациенты? С вновь возникшими жалобами со стороны сердечно-судистой системы после перенесённой коронавирусной инфекции люди обращаются, особенно на амбулаторный приём, практически ежедневно. Мы их дообследуем и уже устанавливаем, это постковид или это какое-то именно первичное заболевание сердечно-судистой системы. А переходят ли вот эти недомогания в хронические? Могут ли люди, ну как, не то чтобы рассчитывать, да, подготовиться к тому, что лечение будет долгим, непростым и к себе очень внимательно относиться? Повторюсь, перейдёт ли в хроническое заболевание, пока никто на этот вопрос ответить не сможет. Но в любом случае исследования продолжают вестись. Спасибо вам большое, Ольга, за вот такой рассказ. Сегодня мы, наверное, только поставили такой небольшой акцент и рассказали о том, что если вдруг после перенесённого ковида, даже если он у вас был в нетяжёлой форме, вы чувствуете непривычные для себя симптомы, которых не было до этой болезни, лучше всего обратиться к специалисту. Говорили мы сегодня об этом с Ольгой Бруевой, врачом-кардиологом, клиническим фармакологом клиники кардиохирургии. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас ещё в эфире. Всего хорошего, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!